Украинец Владимир Сыпко никогда прежде не бывал в Старице, однако теперь память об этом маленьком городе и его жителях навсегда останется в его сердце. Владимир дальнобойщик регулярно ездит в Россию по работе. Его очередной маршрут лежал в Осташков, но мужчина заплутал и неожиданно для себя оказался в Старице. Беда не приходит одна, автомобиль Владимира сломался. Устранить неисправность без посторонней помощи было нельзя. Я тоже не могу бросить машину и как-то покинуть свою и уйти от нее. Это, как говорится, моя обязанность. Я взял, я должен ее вернуть. Даже отремонтировать и по-любому я должен ее вернуть. Ну, вернуться назад домой. Денег на ремонт не хватало. Пришлось ждать перевода с Украины. Ждать не один день. Автомобиль стал для Владимира и пунктом обогрева, и местом ночлега. Вскоре на машину и печально стоящего возле нее водителя стали обращать внимание местные жители. Продавщица расположенного по близости магазина Татьяна Круглова пришла на выручку одной из первых. Он пришел в магазин, весь такой грязный. Я говорю, ты, смотри, уже, наверное, дня три он, наверное, стоял. Он говорит, да я сломался, говорит, я с Украины, так и так. Ну вот. Вот здесь вот ребята его и кофе ему делают, ну, шаурму-то продают. Все-таки его подкармливали. То шаурму, да, тут первое время. Вот. Я говорю, может, я чайку тоже ему сделаю. Он говорит, да я здесь, говорит, беру кофе. Не надо. Он такой, он скромный, больный мужчина-то. Правда, скромный. Продавец шаурмы Мисак Саакян угощал украинского дальнобойщика фастфудом собственного приготовления. Это, конечно, не борщ, не вареники, шутит мужчина. Но, как говорится, чем богаты, тем и рады. Вот жалко же человека. Ну, мы тоже люди. Решили помочь, у него совсем в стегам туго. Вот и помогли, покармливали человека, напоили все. Чем можем, поможем, так говоря. А почему решили помочь? Ну, мы же тоже люди. Беда может всем случиться, со всеми. Владимиру стали предлагать помощь. Незнакомые люди приносили украинскому дальнобойщику продукты, питье, чистое белье. Приглашали на помывку и ночлег. В одном из местных магазинов даже организовали сбор денег на солярку для автомобиля. Я сам старецкий, но то же самое с Украиной. Как бы давно живу здесь. Ну, просто то, что вот узнал, что человек две недели бедный. Одна из местных жительниц выложила информацию об украинском дальнобойщике в социальную сеть. На сообщения стали откликаться жители Твери, а также других регионов страны. Владимиру без конца звонят, предлагая оказать какую-либо помощь. Не-не, спасибо, все есть. Все есть, спасибо. Есть. И покушать, все есть. И ночевать ездить, все есть. Спасибо. Поломку автомобиля Владимир планирует устраниться дня на день и отправиться к месту назначения. По словам мужчины, во время многочисленных поездок по России он не раз отмечал, что жители нашей страны искренне готовы прийти на помощь человеку, казавшемуся в сложной ситуации. Однако внимание и забота, с которыми к нему отнеслись в Старице, вызывают у Владимира слезы неподдельной благодарности. Спасибо большое людям в Старицке. Большое им спасибо. Помогают и едой, и ночевкой, и всем. И постирали, и покупали. В общем, им, как говорится, дай Бог им всем здоровья, счастья. В общем, большое им очень большое спасибо. В последнее время официальные отношения России с Украиной нельзя назвать дружественными. Страны обмениваются резкими заявлениями в адрес друг друга, вводят санкции, усиливают пограничный контроль. Однако история украинского дальнобойщика, которому пришли на выручку жители Старицы, лишний раз свидетельствует о том, что отношения простых людей и политика часто не имеют между собой ничего общего. Денис Иренов, Виталий Осипов, РЕН-ТВ-Пилот. Субтитры создавал DimaTorzok